Новости региона на канале ПС. С вами Артемий Заварзин. Добрый день. Придется еще немного подождать. Ледоход, вопреки прогнозам, не пришел этой ночью в Архангельск. Ледоход удерживается в рукавах холмогорского разветвления и находится в 54 километрах от областного центра. Задержка ледохода в рукавах вызвала рост уровня воды в Холмогорах, но ситуация не критическая. В акватории порта Архангельск сейчас все спокойно, лед можно наблюдать только у берегов. Напомним, в дельте Белого моря в течение нескольких дней работали ледоколы, которые очистили моим оксанский рукав. Подход основного ледохода к Архангельску ожидается сегодня, во второй половине дня. Кстати, со вчерашнего вечера закрыт понтонный мост через Кузнечиху в Северном округе во избежание заторов льда. Пришла весна, а вместе с ней талые воды и, как следствие, дома топят. Впрочем, некоторые люди терпят водные коммунальные бедствия круглый год, и ситуация не меняется. Например, все дома по нечетной стороне улицы Серова периодически оказываются в водной ловушке. Проблемы начались с 2016 года, говорят жители. Тогда же, неподалеку от деревяшек, по адресам проспект Московский, 52 и 54, были возведены социальные дома по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Данный дом построен на болоте, на нашей дренажной канаве, которая нанесена на градостроительный план. Площадку по дому просто засыпали болото песком, и все грунтовые воды, болотные воды начали двигаться в сторону улицы Серова, как в низшие участки. Жители деревяшек по улице Серова обратились в прокуратуру. Надзорный орган обязал администрацию Архангельска выполнить работу по прекращению затоплений улицы, но это решение было обжаловано. На этапе согласования проекта были выданы технические условия о необходимости строительства ливневой канализации на данной территории. То есть застройщику эти условия были известны, к сожалению, они их не исполнили. Мой коллега Вадим Федосеев готовит большой сюжет на эту тему. Его подробный репортаж смотрите в следующем выпуске программы «Сейчас в регионе» в 16 часов на канале ПС. В 30 архангельских жилых домах в этом году сделают внеплановый капитальный ремонт. За счет средств фонда капремонта отремонтируют крыши и фундамент в нескольких деревяшках разберут печи. Еще 50 домов находятся на этапе голосования. Это значит, что региональный фонд капитального ремонта ждет решения большинства собственников о старте внепланового капремонта в этом году. Все это стало возможным благодаря дополнительному финансированию. Во-первых, в ряде муниципалитетов области собрали больше средств, чем ожидалось. Во-вторых, за счет конкурсных процедур удалось сэкономить на стоимости капремонтов. Кроме того, до конца 2017-го могут начать ремонтные работы, запланированные лишь на следующий год. Мы предложили муниципальным образованием и управляющим компаниям организовать работу по капитальному ремонту следующего года, уже в текущем году. И мы готовы это сделать. У нас есть определенные ресурсы. Но при этом мы, конечно, просим от муниципалитетов, от управляющих компаний определенную помощь оказать нам в части составления дефектных ведомостей, то есть объем их необходимых к выполнению ремонтных работ. В общей сложности в этом году в Архангельской области капитально отремонтируют около 600 многоквартирных домов. Министр культуры России Владимир Мединский завершил свой визит в Поморье, побывав в Малых Карелах. Глава федерального ведомства вместе с губернатором Архангельской области Игорем Орловым осмотрели Мизенский переход, который был закрыт в течение последних пяти лет на реставрацию. Особое внимание Мединский уделил таким уникальным памятникам, как Колокольня XVI века и Георгиевская церковь XVII века. Это один из древнейших шатровых храмов, сохранившихся на русском севере. Владимир Мединский побывал в домах зажиточного крестьянина Тропина и старообрядцев Русиновых. В Архангельске завершилось первенство города по имени футболу среди детско-юношеских команд. Коллективы, которые по итогам сезона заняли в турнирной таблице четыре верхние строчки, разыграли медали в финале четырех. Все итоги у Алексея Карельского. Почти как в известном фильме. Их четверо, пока еще все вместе, но жизнь дуэль, и это дело чести. Вот в такую перестрелку, правда всего лишь мячом, вступили участники финала четырех. Он свел на площадке лидеров первенства Архангельска по мини-футболу среди детско-юношеских команд. И таких финалов, кстати, тоже четыре, по количеству возрастных групп. Самым юным спортсменам нет еще и десяти лет. Самым опытным в пору школу заканчивать. Вот в зале спорткомплекса имени Личутина бодаются ребята 2003-2004 годов рождения. Команда «Фаворит» оправдывает свое имя. Хоть и с минимальным преимуществом, но обыгрывает дружину ЮСШа номер шесть. Не удалось реализовать все моменты, которые мы создали. Ну, хорошо, цель в обороне. Вратарь потащил. У нас больше всего командная игра, то есть играем в пас хорошо, отрабатываем в обороне, так и в атаке. Атакующего потенциала на весь финал четырех ребятам не хватило. В борьбе за первое место они уступили еще одним представителям детско-юношеской спортшколы номер шесть – команде «Олимпик». Их младшие товарищи из команды «Олимпик-1» закрепить успех более опытных футболистов не смогли. Они также боролись за первое место, но коллектив с длиннющим названием «Спортшкола-водник Северная Двина Медведи» не оставил им шансов. К финальному свистку на табло застыл счет 7-2. На площадке особенно выделялся Александр Илюшин и габаритами, и уровнем мастерства. В Архангельск он перебрался недавно из города Корабелов и хорошо влился в состав новой команды. Очень нравится, все ребята дружелюбные. Мне команда понравилась тем, что там все ребята играют хорошо, и есть с кем посеревноваться. Хорошо себя проявили и другие представители клуба «Северная Двина». В составе команды «ДАФ» его воспитанники стали лучшими среди ребят 2001-2002 годов рождения. В младшей возрастной категории отличилась дружина «Водник-Северная Звездочка». Честование триумфаторов состоится 27 мая в Норт-Арене. О новостях региона продолжим рассказывать. В 16 часов на канале ПС. Оставайтесь с нами.